Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. Всегда интересовала мистическая тема, полтергейсты, привидения, обращение экстрасенсорной способности, не провоцирует ли обращение к потустороннему миру реальные негативные проявления этого мира? Вот интересно, в самом вопросе есть некоторый ответ. Если вы верите в реальность тех темных сил, которые упоминаются, или обращение к которым допускается в разных оккультных практиках, то почему же вы думаете, что те самые потусторонние оккультные силы, вернее, обращение путем оккультизма к темным бесовским сообществам не возымеет воздействия этих сообществ на самого обращающегося. Действительно, вглядываясь в тьму, мы можем легко дождаться, чтобы тьма начала вглядываться в тебя. Не просто вглядываться, а проникать своими флюидами, своими мрачными силами влияния и расположения тебя самого ко всему худому. Прежде всего, к забвению богопочитания и к утверждению своей самости. Гордыня низвергла денницу на землю и в преисподнюю. Гордыня и таинственно, и властно входит в сердце Кая, которого околдовывает снежная королева. И он, многозначительно составляя из льдинок слово «вечность», оказывается под чарами колдовскими, не просто как под формой психической болезни, а в глубоком гордостном повреждении. Как некогда себя богу противопоставил денница, так и увлеченный вот этими практиками, за кулисными такими играми с духами тьмы, люди оказываются вовлеченными вот в эту сатанинскую гордость. И приобретают они какой-то странный иммунитет, отчуждение от всего святого, от всякой святыни, путь к которой покаяние. Итак, это навеваемая силами тьмы в человека базовая гордыня, она не обязательно должна сразу проявляться изображением на своей спине бафомета, какого-то олицетворения сатаны. И это ведь уже проявление явного психического отклонения, уже попадание человека под полную власть демонических сил. А вопрос, кажется, о достаточно невинных проявлениях или даже проникновение в область действия Бесовского некоторым изображением нечистых сил в виде каких-то символических рожек, крестиков, даже и собственных перстов, которые призваны совсем не к этому. Но вроде бы какое имеет отношение к поклонению сатане? Болеть за какой-нибудь футбольный клуб или оказываться поклонником какого-нибудь музыкального исполнителя. Но почему явные знаки рогатого? Это же символ всего лишь. У духов нету плоти, ни рогов, ни копыт. Это только некоторое олицетворение. Это некоторая маска, при которой попускает Бог проявление действий нечистых духов в нашей человеческой реальности, в видимом мире. Это становится таким образом средством разрушения человеческой личности и отчуждения его от Бога. Вот эти все встречи с нечистью, которые не просто являются результатом какой-то иногда оплошности или неудачного обнаружения самого себя не в нужном месте и в какое-то нехорошее время, а это все-таки, как правило, выбор, добровольный выбор человеческого сердца. Как некогда он был предложен сатаной, самой Еве, нашей праматери, с предложением оккультным образом, окольным, обойти волю Божью. Было сказано, не ешьте, а то умрете. А дьявол предлагает, съешь и будешь как Бог, а обоженье — цель человеческой жизни. И только надо действовать не так, как Бог велит, а так, как твоя собственная самость по доверию вражьему предложению изберет для себя наиболее выгодным. И вот эта ошибка и происходит при контактах с этой демонической мистикой, при гаданиях, при довериях гороскопу, при посещении колдунов, йогов, магов, экстрасенсов, которые претендуют на власть над духами, уж, конечно, поймите, духом Божьим, духом святым правит или становится его домом только тот, кто свят. Там, где святость, там есть и дух Божий, там есть и дух пророчества, там есть и дух врачевания, там есть и дух молитвы, там есть и дух смирения, там есть дух покаяния. Они живут вместе, там, где есть святость. Поэтому, где предлагается окольный, оккультный путь к сверхъестественному, без святости, без принадлежности к церковной святыне, без посвящения Богу и хранения его заповедей, там, очевидно, только карикатура чего-либо духовного и божественного. А на самом деле находятся самые губительные для человеческой души последствия, скрываются. Так что наше стремление к чему-то таинственному, мистическому надо разоблачать в самих себе как приманку вражию и бороться с этими своими расположениями. Все то, что гибелью грозит, для сердца бедного таит неизъяснимое наслаждение, заметил Александр Сергеевич Пушкин. И мы тут не какие-либо несокрушимые и непобедимые, неуязвимые, наивно думать так о себе и доверять себя воздействию какого-нибудь ТВ-3, где что не кадр, то какое-нибудь олицетворение духов тьмы или каких-нибудь там вампиров, вардулаков, на чем сейчас воспитываются дети современные. И каждое из этих впечатлений, зрительных или слуховых, которые доходят до человека, сильны как занозы глубоко пронзить его душу, умозрительно, умовредно и оставаться там с последующим духовным гноением надолго. Так что только силой святыни, благодатью церковной, кающемуся, в кающемся действующей мы способны очиститься от этих последствий, всяких демонических впечатлений, которые допускали себе по жизни. Поэтому всякая брезгливость и пугливость, отчужденность от подобного рода опытов должна войти в обиход всякого христианина. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok